Что касательно притеснителей. Да, среди других много-много людей, из-за мусульман, которые сострадают в этот момент. То есть должно быть человеческое сердце. То есть это не только то, что происходит, вот этот геноцид, вот это военное преступление. Это не только, так скажем, по отношению к мусульманам, это по отношению ко всему человечеству. У кого есть сердце, он тоже это понимает, то, что это великое преступление. Поэтому если посмотреть, всегда вот конфессии мусульмане, они живали с другими конфессиями, аль-хамду-Лля, в мире, в добре. Даже посмотрим на Умар, когда он открыл Палестину, сахиф от Умайрия написал, что он, аль-хамду-Лля, оставайтесь при своей религии, никого не трогал. Аль-хамду-Лля, как мусульмане платили закат, эти немусульмане платили джизью, молились, мусульмане молились здесь, христиане здесь молились. То есть всегда живались, аль-хамду-Лля, вместе. Даже такой иудейский ученый, который написал пункты по акиде аль-яхудия, по иудейской акиде, которую звали Муса бин Маймун, Моша Маймун, жил во время Сальхуддина л-Айуби, был его приближенным, и давал уроки иудаизма и так далее, будучи в Индалусе. Не было такой вражды. Не было такой вражды со стороны мусульман. Также, когда сахабы пришли 1380 лет назад в Дербент, на этих землях уже жили иудеи. То есть не было никакой войны, не было, то есть могли вместе жить и так далее. Поэтому есть мирное население, которое сочувствует этому. Но именно правительство Запада, вот это, которые фашисты, сионисты, притеснители, которые любят вторжаться в другие государства, советовать, как им жить, как сказал наш президент. Кто вы такие? Кто вы вообще такие? Вот они показали, кто они такие, те люди, которые убивают женщин, убивают стариков, убивают детей. Поэтому человек задумывается, как Аллах, Субхану и Та'ля, допускает это? Вот у меня спрашивали, как Аллах, Субхану и Та'ля, видит это и допускает? Почему Аллах не посылает свое наказание? Об этом на этот вопрос хотелось бы ответить аятами Исурат Ибрагим. Всевышний Аллах, Субхану и Та'ля, говорит. Не думайте, что Аллах, Субхану и Та'ля, не видит то, что совершают преступники, то, что совершают притеснители, тираны. Поистине Аллах дает им отсрочку, на тот день, когда у людей будут широко открыты глаза, и они будут замертво так смотреть. То есть от страха. Что же ужасный сунный день? Они быстро-быстро их поведут к Аллаху, Субхану и Та'ля, дабы отдавать отчет перед Всевышним Аллахом, Субхану и Та'ля. Они, их головы, шеи будут высоко подняты, будут слушать. И в их сердцах будет некий воздух. То есть это пусто. У них не будет понимания, что происходит. Такой ужасный сунный день, говорит Всевышний, Субхану и Та'ля. Всевышний Аллах, Субхану и Та'ля, говорит, предупреди людей в тот день, когда им придет наказание. Вот в этот день притеснители, тираны, скажут. О, Аллах, верни нас обратно в Дунья. Мы ответим на призыв посланников. Пойдем за посланниками. Всевышний Аллах, Субхану и Та'ля, скажет им. Всевышний Аллах, скажет. Неужели вы, будучи в Дунья, не гордились тем, не говорили то, что вы бессмертны, то, что конец вам не придет? Забыли об этом? И вы жили в местах, где видели вот это притеснение. И вы видели, знали, как я до этого посылал наказание притеснителям. И я показал вам много-много примеров на этом. То есть примеры, мы жили Аксами, видели, сколько были пророков, сколько было посланников. Всевышний Аллах, Субхану и Та'ля, скажет. Если вы вернетесь, вот этим притеснением, невежеством, с неверием, мы вернемся своим наказанием. Говорим, Субхану и Та'ля. То есть они хитрили, и Аллах, Субхану и Та'ля, зафиксировал это им на судный день, Субхану и Та'ля. Не думайте то, что Аллах, Субхану и Та'ля, не выполнил свои обещания по отношению к посланникам. Поистине Всевышний, Аллах, Субхану и Та'ля, наказывающий, вполне воздаст тем притеснителям в судный день, который в этой жизни притесняли людей. В этот день Аллах, Субхану и Та'ля, эту землю заменит на другую землю, уничтожит. В этот день Аллах, Субхану и Та'ля, и все пойдут вернуться, к одному, Аллаху, Субхану и Та'ля. И грешники, тираны, притеснители по двое их поведут, и они будут привязаны кандалами. Их одежда будет из гудрона, из ниткой жидкости, которая будет их обжигать. И их лица будут вергнуты в огонь, говорит Субхану и Та'ля. Потом говорит, почему, Субхану и Та'ля. Чтобы каждый человек вполне ответил за то, что он совершил. И Аллах, Субхану и Та'ля, быстро в своем расчете. Поэтому те наши маленькие братишки, наши маленькие сестренки, наши сестры, наши дедушки, бабушки, которые вот так вот, вот так вот ничтожно убивают в Палестине. Когда мы видим, наши сердца переживают, Субхану и Аллах. Но мы знаем, что эти люди, шахиды, они в судный день, Аллах их не спросят. 50 тысяч лет будет идти, братья мои. Мы же как будем стоять перед Аллахом? 50 тысяч лет перед Аллахом в судный день. А эти люди, Субхану и Аллах, без спроса зайдут в рай. Поэтому мы жалеем это, но тут жалеть нужно нас самих. Мы ничтожны. Аллаху а'алям, на чем мы уйдем за этой жизнью. Сердца меняются. Аллах переворачивает сердца людей. Видели братья, Субхану, молились, в молитву ходили, Субхану Аллаху, потом уже оставили намаз, отдалились от религии. Аллаху а'алям, на что мы уйдем. Поэтому каждый раз мы должны попросить то, что больше всего просил Пророк Салаллаху алейкум и Саламу. Аллаху мияму каллибал каллибу, о Аллаху, о переворачивающий сердца, укрепи мое сердце на твоей религии. Когда Аиша, рада Аллаху а'алям, спросила посланника Аллаха, ты за себя боишься, посланник Аллаха, что Аллах твое сердце не укрепит на религии? Тогда чье же? На что сказал Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум и Саламу, о миюдрика, я Аиша, фаинна кулубль айбад бэйна у Субхану, минасабир рахмани, укребуга кайфа яша. Откуда тебе дано знать, о Аиша, поистине сердца, принадлежат Аллаху, как хочет он так их переворачивать. Человек просыпается верующим, засыпает неверующим. Засыпает верующим, просыпается неверующим, продает свою религию за гроши этой дуне. Поэтому эти, Субханалла, люди, которые погибли в такой ничтожном поступке от этих фашистов, они, алхамдулЛя, они в раю, они в джанна, они в джанна. Поэтому мы просим Аллаха, каждый раз дуа, чтобы Аллах, Субханалла, быстрее разрешил этот конфликт, чтобы, алхамдулЛя, Аллах, Субханалла, как сказал президент нашей страны, чтобы у Палестины было свое государство. Они заслужили, они имеют право, они тоже люди, Субханалла, все рабы Аллаха, Субханалла. А вот некие вот эти вот западные политики, которые делят людей на белых, черных, красных, такой, Субханалла, вот это вот, если они покаются, не вернутся к Аллаху, тавуба не сделают, Аллаху алям, то вот это вот наказание, которое Аллах, Субханалла, в этой Сурат Ибрагим ждет этих людей. И Аллах, Субханалла, в конце этого сказал, в последнем аяте Сурат Ибрагим, это оповещение для всех людей, не только для верующих, для всех людей, кто был тираном, кто был преступником, кто был залимом. Пусть они вооружатся, послушают это. И пусть знает, что Господь, Он один, Аллах, Субханалла, один. И чтобы для себя взяли пользу обладатели разума.